Испуганный торговец Прошу, помоги нам, говорят, ты атаковали наш караван Вот это вот вы называете караваном, лоу? Одна тачка без колеса? Как тебе удалось выжить? Ну, у нас только одна тачка, мы назвали себя караваном, поэтому нас не тонули Да, мы слышали боевые кличи и не смогли убежать, причем они нас нашли А, потому что они не смотрят вверх, наверное У них шея не так устроена Нам нужен помощник, чтобы... А, сосик, поможет, говорит Ну, лол, ну кто так убегает от варваров? Ну, че, они сюда Ну, че, бестолочь, конечно, та еще Ладно, он меня спас Блин Че, тебе это... Блин, не осталось свитков? Ужас, качай Значит, мне нужно кое-что другое А шай, он же меня спасет, да? А ты, че, типа не можешь колдырить, когда ты находишься не на одном уровне? Вот так тах У меня свитки у меня, конечно, не остались У меня есть еще Угу, да, у меня еще два свитка есть Ну, скажи-ка, я похож на лягушку никого нет это можно говорить кого ты будешь похож на лягушку а где львину осталось стоять какого черта забыл ей сказать следовать за мной по-моему главный волчок здесь лину теперь главный волчок здесь я я же забыл ну ладно ладно будешь молчка улы семена возвращайся из небытия снег же выпали штуки ты ничего не видишь как нет ядро молнии выпало писи проперти суши а что за ядро молнии а для пращи что тут больше ничего нет бестолковые торговцы мне больше даже поражает их невозможность правильно убегать в ту сторону в которую надо убегать тут водохранилища все локации исследованы так портал карт часток сгей на разорванная ферма а вот там вот смотри а мы туда никак не поднимемся на вот плато которое находится примерно ну видимо да видимо то не попасть никак ну ладно и хрен с ним мы вернулись мы так взяли голову ну голову скорее нужно начальнику сбагарить мы можем сходить так и поблизости к серверным фермам что за вход в пищеварную серию назад все понял то есть получается нам после этого обратно в колодец барона да зачем а ну в колодец в колодец мы выяснили квест здание да блин игрушечный таран сломали бессердечные твари мы то не мы сердечную так ну попробуй капитану соберите давай он там жилище у себя привет так это пульта уничтожен прекрасные новости конечно же мне стоило догадаться что это твоя работа 500 золотых спасибо у меня найдется еще работа которая тебя заинтересует насаждающие утгарты все еще представляют проблему хочу чтобы вы принесли мне голову арнеса младшего вождя утгарты ну как раз я тебе уже голову их вождя принес тебя опыт золота дали да у меня есть голова великолепно выставлю его на копье перед фортом так тысячи золотых благодарю ну все убить вождя утгарты у меня есть у меня есть и его голова ой я забыл прочитал а вот тысячу золотых мир избавлен от их злобного присутствия наконец-то эти земли очищены от этих бродячих дикарей озарение ты хочешь чтобы племя лосей было уничтожено не так ли а даже если это означает вступление в войну ну и что если я это сделал это просто проклятые дикари и проклятые которые скачут по земле как дикие животные выставляя поселенцам неприятности где бы те ни пытались строить дома его сделать свои поля ну можно добавить только что я поною еще а ну да а вот горды были здесь первыми они имеют такие же права именно тот крик души который мне не хотелось бы слышать слушать я хотел сделать все по-тихому скинуть ульгардом кучу зараженных одеял ха 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 а что-то мне напоминает ну вот ты не убила их достаточно быстро вот в чем проблема в том случилась война и моя проблема решилась сама собой мы берем это племя потому что они объединились с мисканом эта земля будет свободна для поселенцев работай все довольны кроме племени Вася ха 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 я расскажу обо всем что ты здесь натворил кому ты расскажешь кому я сделала время лося исчезла слишком плазно ладно оставь все кровавые деньги не могу сказать точно обычная принципиальность или глупость ну иди в пень говорит он мне и я вздвину в сторону доброго вот так вот я короче несмотря на недоработку игры то из-за того что нам выделили всего одно перо ха ха из-за чего нам не удалось даже поговорить с капитаном мы ждем главарей вождем главарей так нам с тобой к руинам надо идти теперь в общем нам поэтому не удалось закончить все мирным путем то есть поговорить с вождем племени Вася ну зато хотя бы вот так сыграли роль таких бестолковых паладинов которые пошли всех убили потом только доперли что не надо было этого делать и в соответствии с этим дали ответ дождик труп идем сюда а что за дерево а в дереве факел не смешно дерево это факельное дерево открывается за звуком бочки а твой друг ходит впереди не сектанты сектанты стойки что он хотел чтобы поговорили о боге а они не плохо одеты как для сектантов и стреляют уроды они одетые и стреляют ой меня сейчас слепну такими темпами ай-яй-яй меня убил лучник так сейчас я там еще им все без тебя он что-то перемогался о здоровье ну лучники это блин это беда, сейчас тебя тоже убьют кстати так Лину все изоляю оставь ее оттанковать во все она оттанковалась я короче сейчас вызываю эту это не Лину, это Шервин Лину я все еще забыл пригласить воевать может я обоскидываешь пока? Лину атаковать ближайшему я не знаю у меня есть свитки там еще надо есть свитки оживление ах ты упор, иди сюда сейчас Шервин выпалит жалко х х х х х х х х х что-то они какие-то сильные хорошо ну да таки я все так, а те остальные что ли оставили меня в покое? да не, я не бегу обратно х х х х х х х я решил всех увидеть самоличным х 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 этот ошелом лёгкость датки мощности для датчики я не знаю на самом деле это может быть лимон даже сделан не мимо этого не опять чем так что кейс использовать бумажки прочитать так все что значит сейчас так перезарядим вот это вот она будет по барику сходить за шарю чтобы она не думала куда-нибудь и поддриснуть как в прошлый раз сходить ну да надо забрать а чего там чего там такого то же секунда дела нет я не хочу бросить золото мешочки всякий у нас дневник сектанта почитаем иди сюда вот под ногами блин ну хватит париться в дерево ну хватит ну что ж ты такой бестолковый дневник одного очного культа видимо как он был не бедным дворином судя по неоднократным поинаниям о днях богатство и славы сегодня я развлекался тем что вспоминал ежегодно на охоту на лис и подземелье винтеров в лесу за их южными полями были какие-то древние руины которых иногда прятались лисы когда мы обыскивали сегодня руины я бы я представил что слова власти лиса а я охотничья собака в курились походу а остальные верно решили что я сошел с ума когда начал охотать без колеба видимой причины но дело в том что я вдруг представил себе лорда винтера в виде очкастого пса и не смог удержать от смеха наркоман возьмем так тут у нас а вот че то есть на че там че ты там встал че там че ты встал че то я не могу ага вон ходить не может просто трупы я не принесу трупы явления а тут это карпы нет это тролли персерки исчезни навеки тролли персерки тролли шаманы просто тролли а а нормально а че такие толстые твое да ща на реально толстые да слушай они не дохнут ни сюда да блин он не тупи это на двоих завалил я путаю постоянно но это смотри там разноцветные капельки летят тут было какое-то ой че это че это такое какое-то камни какие-то трупы на всем шарит здесь так чем это прям как какой какая-то полянка для любителей хорошенечко закинулся все сам вулканического дуба большая что это мой там мозгоеды слушай а синий салат призвался что делать нельзя наверно переходить через это сразу у меня шарвин я лима перешла я и нормально и они они и потом появляется не появляется потому что работает заклинание нужно алтарист просто поломать ой прикруп ужаса появился это уже серьезная дерьмо ты промазал да конечно ты промазал так или ну бестолково нужно ловли как он уничтожил москоят подожди не я все ломать а потом потом на крест не можем ладно это бывает но если не появится на столу он может быть все коричневые уволены мне нужна помощь ну уравильский кем-то вершина за этих нужно поддержку поддержка а ты все убил ты его убил вообще я его убил а то он начал так убегать и даже пристал меня смотреть я хотел просто вызвать этого свою плюшевую плюшевую поддержку так у нас тут есть ну тут закрытый вход в пещеру вот пещера он закрыт 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 магической хиротенью ну ничего он не закрыт слушай а то руины расы созидательные почему тогда здесь такая горит пепяка снаружи интересно что то мне кажется нам рано сюда идти честно говоря руины расы созидательные ну как бы нам рано не рано но делать не че ну мы конечно можем не пойти ну я не знаю мне как то не по себе оставлять после себя вот таких хренатей мне надо думать исследовать сначала причины этого всего блин причины этого чего вот этого всего за светомузыки ммм что я что то нашел ну где ты и там давай возвращайся ну ладно пока не буду трогать там в общем лежит бумажка и амулет перевода это нам потом пригодится но я пока не брал будем переводить так а вот я не знаю мне смущает эти алтари немного так мы во первых не всю локацию с тобой исследовали наверняка можно найти ответ какой-нибудь понимаешь как надо мыслить мыслить надо ты не мыслишь я мыслишь а там убори появляются ну и нахрен ну сколько зелий виси хитрости благословение с 주변 обращение там возьми лиси хитрости на трубку я придружелюбно серый рэнбур вот он хотел никакой жанру струну что на тебя получай стреляешь или нет вот идиот чем не стрелял да тут руины всякие то что-то нечего тут ну труп ты должен нам дать ответы не говори говорят кому говорят говорит ладно пошли туда чем в руины раз и пойдем да ей и алтари давай сломаем алтари давай раз ответа не нашлось локации что-то в этом трубе что-то есть он тут слева труб залутан подожди от тебя уже ну там главное не наступать не 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 сам подожди надо идти от лучи да? да да они уровень подъезжают ааа салат набегает подожди это вызванный салат нужно мячить синего салата а подожди ей надо племя дуба положить на алтарь племя дуба ну не иди ко мне иди уходи вот найди семя дуба надо положить дождя чё уже один только один пропал ты положишь три остался так а ты уже положил что-то ничего не клал так на этот ничего нельзя положить мне вообще-то нам не интерактивно ну да блин давай ломать ломать на силу моего гнева ой что творится ого что это было алина выпилила каким-то учиметом пойдем ну все норм все это представление закончилось можно спокойно топать по так ты читаешь давай ты у тебя лучше получается дневник искателя приключений большинство страницы зоны лиза это кровью на несколько записей все еще можно разобрать горем и неуязвимы круто блин выключилась так еще повезло что они так помедленно передвигаются что не может от них убежать наверняка должен быть какой-нибудь способ их победить странная волшебница в саду кажется что-то знает но не хочет говорить теперь мне пора уходить иначе я могу больше не видеть своих родных если бы только удалось добраться до двери так блин ты почти добрался до двери как можно как можно выпилиться вот в столь удручающе малом расстоянии от двери ну ты с него ничего не брал взял все с него амулет перевода взял ящер во времени восставший ты можешь их выпиливать с этим а я забыл и мы тоже можем сработало убегаете пацаны у оставшего у оставшего аватарка кстати светлого паладина так а вот с ящером времени нам придется поговорить используя амулет да наверное мы говорим похоже это видение не может общаться с вами а вот скелет очень даже хочет общаться заскучился он может общаться с только азбуком может к сожалению так ящер точно не хочет общаться не он говорит что видение не может с вами общаться может амулет надо на себя нацепить так я на его уже нацепил и никаких свойств у него нет активируемых кстати мне тоже амулет то хочется использовать великий сундук только он на мунец нет ни всего оба сна закрыто у нас маленький блин нифига себе локация угу мы откуда пришли то а мы снизу пришли отсюда получилось так зал големов стражи так мы сходим направо сначала подожди нет чё нафиг направо не пойдем а так у нас выбор не он ну куда может туда идти идем налево там закрыто здесь сундук оп-нап кнопок кнопок массивная дверь даже не шевелится это дверь повелитель дыма цвета и звука может ай боже мой наркоманы какого дыма на этой двери три замка только продолжить да я понял вот здесь открывается и топа и сюда ой я моё не было на ушке я парализован ничего я буду обдавать с тебя столбняк я занозу посадился от сундука так а куда дверь тебе интерес ну посмотрим что здесь дверь в сад написать в сад о ну тут стрелы вампира золото немного и что амулетвори плюс три ну пойдет ой 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 откуда мы попали смотри сампфира какая-то женщина что кто ох извините я вас не заметила была слишком влечена созерцанием потока времени наркоманы наркоманы я была так так легко потеряться и в его парадоксальных течениях если так можно выразиться кто ты вы меня помните ох подождите возможно мы никогда встречались не просто совмещали события без линейных темпоральных привязок по току времени важно я сампфира дикий маг дикий маг не удивительно что ты так странно заговариваешь не спешите с выводами тот лишь факт что я дикий маг и ведущий эксперт королевство путешествия во времени не делает меня сумасшедшей ну просто слишком слепы что быть смысл моих слов извините иногда забываю что темпоральный сдвиг достаточно туманная тема позвольте меня бесить я постараюсь быть чтобы было было коротко и просто я исследователь текущей темпоральности путешествий во времени если угодно и только поэтому я здесь в этих руинах потому что они были построены на временном сдвиге путешествия во времени ну да вы насмехаетесь но субъективная темпоральность факт путешествия во времени не простая вещь вы же понимаете не обратно гораздо проще вперед но все возможно во временном сдвиге временной сдвиг? временной сдвиг это такая область в которой мы можете перевернуться во временном потоке и отправиться в прошлое не вперед по крайней мере пока не вернетесь в темпоральную реальность с которой вы прибыли конечно завершить подобный процесс не просто для этого требуется древняя могущественная магия к счастью раса Создателя уже сделала самую сложную работу создав солнечные часы ты знаешь что-нибудь про Создатели? Они были жестоким народом, порабощали другие расы с помощью своей могущественной магии. Физический расследователь напоминал человека ящеров наших времен. И видел их, когда использовала эти солнечные часы для путешествий в прошлое. И что, часы по-прежнему работают? Они работают, если знать, как ими пользоваться, конечно. Я могу научить вас путешествовать в далекое прошлое, когда эти руины даже не были построены. Но вам придется выполнять для меня одно задание. И что за задание? Мне нужен плод редкого дерева. Утлтарка. У меня есть семена, но это дерево полносят только раз в 10 тысяч лет. Или что-то вроде того. Вы используете этот звик времени, чтобы вернуться в прошлое и посадить на меня это дерево. Мои исследования показывают, что единственное безопасное место, где вы сможете посадить эти семена, находится под красной защитной руной, нарисованной на земле этого сада. Вырастите дерево в прошлом, я буду ждать вас в настоящем, чтобы поставить плод, когда он царит. И такие счеты я буду за этого иметь. Не беспокойтесь, я вам щедро заплачу. Я сколотила недурное состояние на завтрашних играх, к тому же, воспользовавшись солнечными часами, вы сможете вернуться в эпоху в Россию Создателя, когда этих големов еще не существовало. Чудесно. Вы можете вернуться в прошлое, может вам даться найти способ как-нибудь расслабить этих големов, тогда вы сможете добраться до слова власти, ведь мы говорили о нем во время нашей прошлой встречи. Или может будем говорить о ней во время нашей будущей встречи. Сложно выстраивать прямые во времени, знаете ли, големы. Вы понимаете, тире, големы. Неуязвимые стражи комплекса. Может поговорим в этом в нашу следующую встречу? Вы можете отключить их, использовав солнечные часы, чтобы попасть в прошлое. Как мне воспользоваться? У меня есть блокнот, в котором это все объясняется. Вот, точно просто. Возьмите его. Из семена дерева. Ултарка. Вы оцените их для меня. Ага, и еще вам понадобится этот кристалл времени. Кристалл времени, это магический предмет, или не так, просто воспользоваться. Используйте эти особенные. Тебе дали? Или нет? Посмотри. А что говорит? Ну, вот я должен был дать крисло времени и семена. Или? Четик, проверь. А, использовать оружие как двуручное, дневник дополнен, используемый предмет заменен. Мне ничего не дали. Тебе должны были дать. Ты же говоришь. Когда эти роны только строились, надо хоть вернуться, снова спустите кристалл времени, и солнечные чувства его тоже приносить в настоящее. А если вы из прошлого, вы можете найти какой-нибудь способ ослабить громых охранников, патрулирующих комплексов, таким образом, получить слово власти. Слово власти, о которых вы мне говорили. И скажите мне об этом приносить следующие встречи, а? Ну, и все равно. Что-нибудь... А, блин, я не туда нажал. Ладно, скоро. Мы скоро встретимся. Так, ну что? Что делать? А тебе, я так понимаю, кристалл времени ей не дали, да? Нифига. Блин. Ну, что мне дали? Ну, делай что-нибудь. Ты умный. Тогда давай лидерство мне передавай, ты каминию телепортируешься. Ой, вообще сложно, я забыл уже, где делается. Кровая кнопка на меня? Обмен, изучить, сотворить. Нет, на аватарке, на аватарке. Ладно, все просто-то. А, все, да? Окей. Ты как-то гордишься этим. Так, а что, и что? А, вот так вот, наверное, и на руну, да? Тебе необходимо использовать силу на солнечных часах. Там внутри есть. Подожди, а где мы их найдем? Ну, где, там, в руинах. Они там были, там, на карте было написано. Солнечные чувства где-то на северо-юге они находятся. Да, а точнее, на северо-западе. Слушай, мы же не пройдем. Мы же не пройдем. Выход. Дверь в сад. Подожди. Зал големов стражей. Нам не туда. Может, нам ящер скажет, что-нибудь? Нифига не скажет, тупырь. Введение не может общаться с вами. Введение не может общаться с вами. Ну, че, рискнуть? Так, стоп, стоп. А если пойти вот сюда... А, блин, там закрыто. Везде закрыто. Везде молнии. Молнии. Ничего делать, куда идти. А где еще были ближайшие солнечные часы? Ко дни только они. Я не знаю даже. Я не знаю, зачем-то пустой. Короче, какая-то подстава. Значит, с солнечным нужно добраться как? Нужно добраться так, чтобы открылась... Открылась вот эта вот гребаная дверь. Ой-ой-ой, шо творится? Подожди, а можно пройти, получается? Голем идет. А, голем идет, да? Ой, кажется, кто-то остался за дверью. А-а-а! Шарлин, прости. Нет, блин! А, нет, подожди, я, наверное, у вас нормально. Блин, ну... А, это, видимо, голем не может пройти через дверь. А-а-а! Так, стоп, все очень просто. Мы просто бежим к часам... ...мимо голема. Семен остался, да? Мы его только что привлекли к двери, и это не очень здорово, на самом деле. Та как-то не та дверь. Нет, смотри, нужно пройти, значит, вот... Ну то ж смотри, где на карте часа. Вот эта вот дверь, да? Иииииииииии... Оп ты! Деревянную дверь проходит. Нет, нет, подожди, подожди, uku. Сейчас, давай ясно прибыли. Почему все еще здесь? Неуязвимые, стражи, големы, страдатели, все существуют. Тебе нужно бежать. А, ну да, Семен где-то уже получил. Кто ты? Ты какой-то дух? Я дух, обреченный быть любым создателем после смерти, как мое тело было и хромом при жизни. Ага. Моя душа навеки привязана к этому месту и неуязвимым големам, которые мои господа... А которых мои господа заставили меня создать. Я ищу слово власти. Один из артефактов, что ты ищешь, находится внутри этого здания. В хранилище защищено магией. Но если ты хочешь послужить полчаса власти, неуязвимые, големы, стражи, создатели уничтожат тебя. Наверняка должен какой-нибудь способ победить. Меня захватили в рабство, когда големы только создавались. 10 тысяч лет назад. А теперь я существу лишь в этой призначной оболочке. Големы, стражи были создавлены без малейшего изъяна. Их невозможно победить. Чтобы победить големов, тебе придется отправиться в прошлое. В то время, когда на земле жили Созидатели. Тебе нужно попасть в то время, когда Созидатели жили на земле. Лол. Ладно, на самом деле немножко не так. Тебе нужно попасть в то время, когда Созидавались големы. Сделать так, чтобы они обладали каким-нибудь недостатком. Этот небольшой недостаток сделает их уязвимыми. И с ними заклинание Созидателей, которое привязывает мой дух, к которому я доставляю меня вечно поддерживать големов. Как это сложно. Как это делать? Не было бы всех убить просто. Ну, это потом. Созидатели использовали... А, в общем, солнечные часы. Не волнуйся, я освобожу... Я освобожу големов и уничтожу твой дух. А, то есть, наоборот, как-то сказать. Извините, вот, не бойся. Так. Ну, нам сюда. Удивительно открыто. Так. Солнечным часам нужно. Солнечным часам. Големов здесь, надеюсь, нет проблем. Ну, как так? Он в ловушке? Да, в ловушке. Блин, 59. Ну, ёпта. Сейчас. Сейчас витки потратились. Беда. Надо пополнить запасы. Убернуться. Да, надо. Как же сундуки тут еще? Мумии ходят всякие. Ну, подожди ты, ну, подожди ты. Чё у юпорта такой? Умия идет. Умия идет. Так, Шарвин, защити меня. Не стой без толчки. Служайся. Ты прикажи, а ты хватит ближайших. Ну, это же приказывай. Надо начать колдырить, а потом забывать, что нужно играться еще. Сейчас, когда он уберет его. Да. Классно. Да, у жильцов есть такая. А кто там? А в кого он стрел... Так, Шарвин. Перестань тупить, пожалуйста. Согласна. Так, ты все обшагал, да? У меня ты там один наставил в углу, вроде, в самом деле. Не, ну, тут я посмотрел его. Хорошо, солнце. Я все сделаю. Там, 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 там. Голем идет, голем. Слушай. Он немедленно идет. Он за мной. Да, но у него заклинание вообще не все. Там сундук, я не могу его оставить. Вал, и уходи без меня. 28 мне... Вааа. А, меня пушите. А, давайте репортируйся ко мне. Ааа. Надо стерпортироваться в город сначала. Фью. Тот же ловушка, на которой я подорвался. Я спалил. Та же ловушка там, говоришь? Ну да. Так, я плюш его. Да ты будешь стараться, глупая баба, или нет? Вот, репортировать лидеры твои. Упы. Древний повелитель. Это существо напоминает человекоподобных рептилий, известных как человек олящего. Ну и что творится? Как воспитаться жестокий интеллект, которого обычно не бывает у представителей Тараса. Гаси, мудня. Гаси, мудня. Гаси. Он сейчас не пушит на ловушку. Я успел просто в последние миллисекунды. Не знаю. На тебе, рептилоид, получай. Здорово, гид. Завота, на. Куда ты побежал, упыр такой? Ай, кто не старает тебя? Да что ж ты как... Бежавшие рабы, грубо... Смущает, что у рабов такое добовое снаряжение? Гребаный сбежавший рептилоид. А нас больше, поэтому это ты сбежал, а не мы. Понял? Упырина. О, тут есть один кристалл с Холмса. Не, да, его не... Ну, видимо, как раз на этот случай. Ну, тем временем мы переместились в прошлое на 10 тысяч лет. Можешь заметить. Уху-ху-ху. То есть, что мы можем сказать? Довольно богатая история у лора. В годы в Велмс. Да. Ну, собственно говоря, что? Мы можем... Да, мы думаем, чем больше будем продвигаться дальше. Сейчас у нас 1300 год. Значит, это сейчас у нас минус 1000... Ой, минус 7700. Понимаешь? 7 или 8? Ну, короче, ладно. 8, да. Минус 1000... Блин. Короче, минус 100500. Ну, в минус 100500, вон. Так, подожди, не, давай сначала... Кто-то из нас док, кто-то Марти. Кто-то машина. Машина, конечно, на роль дока. А кто-то добавит машину. Да, под моим шляпом скрывается роскошная шевелюра. А вот на дистуки я очень не люблю наступать, на самом деле. Ну, ладно, потому что по... По замечательным хорцев андердарк, на них просятся ловушки. Воу. Че? А, ну да. Привет, по-моему. Ты не можешь находиться здесь, если госпожи поймают сбежавшего рыбалка в комнате големов, они убьют и тебя, и меня. И не бегло, я раб, я гость из далекого будущего. Госпожам... Госпожам наплевать, кто ты и что ты. Ты не из расы Созидателей. Не усложит тебя, если поймают здесь. Ну, или я их. Низки вопросов, пожалуйста. А что ты можешь мне рассказать о расе Созидателей? Я могу рассказать тебе лишь самые простые вещи. Люди ящера крепко няжут весь мир кулаки. И они пробольшают нас святойнейшими расами, заставляют нас послужить господам рептилиям до самой смерти. Они же дикие жестоки, не заботятся о тек, кто им служит. Но горбов погибло во время строительства этого комплекса под кентами господь. Боюсь, это все, что я знаю, расцесли. Что вы строите? Ну, госпожи, почему госпожи? Заставляют нас строить огромное хранилище. И когда его завершут, оно будет охраняться магическим... О, я ловушку обнаружил внутри. Магическими защитами дыма, света и звука. Кроме того, стражам голема... На экране работы... Ла-ла-ла-ла. Так. Что ты можешь сказать о страже голема? Когда постройка закончится, убежище будет охранять три неразрушимых стража, невосприимчиво к любой физической магической атаке, и нужно сделать на сгонах. Могу ли я как-то убить тебя и не доделывать голема? Если я не доделал голема, госпожи будут пытать меня, пока они сомняты смерть и не подберут. Да убить этих госпожей мы можем... Я могу освободить тебя... Убеждение. Я могу освободить тебя из рабства. Провал. Куда мне идти? Проклятый ящериц оправится миром. Я буду обречен жить все время в бегах, и знаю ужасно судьбу, который ждет, если меня поймают. Я привлеку ровный рог, высокого ранга, у меня есть собственный угол и приличная еда. Мне позволено заводить спутницу, и меня редко бьют. Ты не можешь предложить ничего остремнимого от с этим. Прошусь, ты не поможешь, ты будешь сильнейший удар по тиранине, раз соцседателя, которая поработила тебя. В тебе есть что-то странное. Ты больше, чем просто сбежавший ап. Возможно, ты говоришь правду. Прыск, если я стал тебе помогать, для меня это будет огромный риск, но оно того стоит, даже если удастся со мной нанести подобный удар к госпожам. Какой я обаятельный, да? Если я не настрой голема, госпожу, знаешь, что я помогал тебе, но я могу сделать голема с одним хитрым изъяном, который они не смогут обнаружить. Это сделает голема сильным уязвимым для одного вида таки. Я могу оставить лишь одну лазейку. Еще одна госпожа, наверное, какая-то заметит. У меня нужно сделать голема изъем для огня, холододорбящего оружия или режущего колючего оружия. Ну и что? Выбираем, для чего мы сделаем. Холод для огня, да? Да, огонь, холододорбящего, режущего и колючего. В общем, режущего и колючего объединены в один. А у тебя, наверное, режущего, да? Ну, режущего. На колючих у нас у Шерувин лук, у тебя арбалет. Ну, посмотри, огнем у меня есть... У меня конус холода, я могу много конуса холода нафигачить. Ну, я буду в этот момент отвлекать тело, например. Ну, давай холод выбираем, да? Давай. Холод. Я все сделаю, однако мы измениме будет лишь в том големе, которого делаю я. Есть и другие големы, и тебе стоит поговорить с рабами, которые их делают, значит, другие големы будут неуязвимыми. Прошу, уходи, пока госпожи тебя здесь не увидели. Заверши делок. Отлично, что же, мы взяли одного. Значит, я думаю, со следующего мы разберемся уже в следующей серии. Да. Все время запомнить, что у нас, значит, на Западе у нас холода уязвимый голем. Запомним это. На Северо-Юге ты хотел сказать? Нет, там, где мы стоим сейчас. Ага. На Северо-Юге. Ну, мы все на Северо-Юге стоим. На Западе-Западе. Да. На Западе-Западе у нас холода уязвимый голем. Все отлично. Пойдем на Восток-Восток в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Да, ставьте лыз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.